Влага доставил меня в Вадим в спортивной лице. Сейчас иду в магазин Спартисима. Если остается время, пойду в центр Вадима. Посмотрите места, которые еще не видел. Влагопогода пока хорошая. Здесь тоже парковище для велосипеда. Иду по улицам Хродима. В Википедии его называют Чешскими Афинами. По поводу Афин это перебор. В прежний раз, когда мы здесь были, мы убедились, что архитектура здесь достаточно оригинальная. В историческом центре много старых зданий, старой устройки, старой архитектуры. довольно красивый. Поэтому, в общем-то, с радостью приехал в этот город. В надежде все-таки еще увидеть то, чего не видел. В прежний раз. Видно, что это не новострой. В смысле, даже не 19 век. Достаточно старая постройка. Речка Хродимка. Что тут у нас написано? В сверху святого Вацлава. А святого Яна Непомудского. Влево святого Вацлава. Вправо Яна Непомудского. Святый Ян Непомудский. И речка Хродимка. Здесь он особенно живописный. Вступаю в исторический центр Хродима. Сразу видно довольно старое здание. То есть, это точно не 20 век. Может, 18-й, может, 9-й. Может, даже 19-й. Видите, впереди по этой улочке, на холме стоит костел. Непорочно звучать я делаю море. Я сворачиваю пока направо. Ух ты, а там прямо что? Минорет возле костела. Купол, как на минорете. Белое здание. Абсолютно белое. Чем-то напоминает греческий стиль. Поделены в стену. А здесь идут ремонты. Город постепенно обновляется. Поход по таким улочкам, а не по известным туристическим маршрутам. В общем, лично для меня интересен. Что скрывает город с другой стороны. Местой, с которой его знают туристы. Такие-то нюансы выявляются. Вот так показывая, какие люди его населяют. Вот такой маленький нюансик. Столб заплетенный виноградом. Видно, что его виноград и то не трое за ним ухаживает. Поддерживает его. Глазончики с цветами на балконе. Это все очень мило. Охрон, на котором стоит. Находится исторический центр. Он обложен кирпичом. На подобие защитности крепостных. Ух, там и броди еще. Там тоже интересно. Ну, будет время проведа. Домики тоже интересные. Не удержался и свернул. Режим нового маршрута. Чтобы посмотреть, где буду идти. Когда буду идти обратно. Скорее всего. Буду использовать этот маршрут. Потому что здесь очень. Такая. Интересно. Очень интересный ручеек течет. Который попадает. В речку Хрудимку. Мне кажется, он даже интереснее. С точки зрения. Живописности. Чем сама речка Хрудимка. Которая. Которая. Течет. Закованная берега. Кирпичная. Здесь. Какая-то тишь. Да гладь. Да божья благодать. Уточки плавают. Здесь гораздо ближе к природе. Находишься. Вот. Вот. Эта. Лестница. По ступенькам. Поднимаюсь вверх. По маршруту. Который указывает мне. Офлайн карты. Мазина Спартисимо. Куда бы я здесь еще походил. Если бы не нужда. Посиди Спартисимо. Сюда вид открывается на Хрудим. Так. Проминьте. Мне треба Спартисимо. Обход Спартисимо. Все. Сюда. А. Нет. Туда. Кожди. Такие стены здесь. Подъемы. Местные жители. Скалолазы. Каждый день ходить по таким улицам. А вот это уже я знаю. По этой дороге я ехал. За забором. На противоположной стороне улицы находится. Местное кладбище. Довольно старое. Слева стадион. МФК Хрудим. Даже в таком маленьком стадионе предусмотрены лифты для инвалидов. Чтобы не могли подняться на трибуну. Наверх. То есть. Может здесь в Чехии не все идеально. Даже так оно и есть. Далеко не все идеально. По крайней мере очень много делается. Для удобства людей. Для тех же велосипедистов. Для тех же инвалидов. И для здоровых людей тоже. Все условия. Для нормальной жизни. Работать конечно здесь нелегко. Деньги тоже им просто так не даются. Тем не менее. Люди. Зарабатывают. И живут. Лучше. Чем. Мы. Веселые. Ребята. В Украине. Живет. Тихо. Поехали. Спокойно. Стараться никого не трогать. Площ interesting. Незав्ueróstать не сейчас. Держи не себе у него Вам ничего. может быть внутренне вас никто не уважает внешне это никто не показывает все очень культурно я подхожу к цели своего похода за этим кольцом находится промежуточная цель моего похода после спортисима я отправлюсь в центр у меня еще часа два есть на то чтобы погулять и и и и и и и и и